всем привет к нам в гости виталик заехал у нас тут будут интересные мыслишки кое-что попробовать а у нас значит программа следующая виталька приехал он дальше там семинар что такое у него проходит он заехал ко мне мы сейчас две панельки чистонем загрунтуем их мокрый по мокрому открасим под грунтуем другим цветом грунта уголочек и пойдем краситься у нас интересный закус получился чисто такой ради поржать он взял краску это синяя плохо кроющая митсубишевская краска а мне стало интересно попробовать из воды слив по коду там у меня есть там уголочки добавка ван степ которая позволяет красить в один слой и мы проверим сколько уходит времени и в итоге под пересчитаем еще в деньги сколько по материалу стоит материал то есть мы взвесим пистолеты да вот столько ушло на расход этого и столько ушло на расход покраски панели вот этой то есть я покрашу ее тут не в грунтах дело процесс такой идет я его покрашу в полтора как бы получается слой там один наливной и эффектный сколько слоев примерно надо будет два с половиной но вообще ну минимум два с половиной до один такой половина один залива и эффектный у меня же смотри сейчас я пойду как каким путем так как есть целое видео заводской лехлеров sky как они воду наливают это и можно обдувать сразу то есть я не знаю буду и обдувать или нет посмотрим потому что ты будешь обдувать или нет не знаешь посмотришь но окей хорошо окей ладно подготавливаем сейчас пока как подготавливать будем не покажу в моих полосу до металла снимать окей ладно подготовим зайдем в камеру включимся значит у нас есть две панели одинаковые одну я крашу другую виталия красит закрывайся хлоп прям речи грунтец джейте какой джейте 20 дюза 1 3 ну пока что грунта валим также как у вас двойка подача на всю факел на всю полтора стоя хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, слишком он его разрывает, сухость, да? Да, ухо... Белария более мокро кладет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, нисходняк какой-то прям... Выбрали по вееру то, что нам подходит сюда, в этот цвет... И сейчас будем сливаться... Сливаться будем в ППС... Так, рано... Я буду сливать 100 грамм... На ту панель, как бы, хватит... В один слой, тем более, что надо укрыть... Так, разбавлять будем... One Step Additive... Дорогая, которая добавка... Ее на 100 грамм... 10 грамм идет... Оттариваемся... И поехали... 169... Короче, сливаемся сейчас... Так, ответственный момент... Я развелся... Добавка была вот такая... Эта, которая... Дорогая... Я буду краситься... ЛСК 400... Но это не суть важна... Виталя будет краситься... В400 с башкой VBX... Сейчас накручиваем... ППС очки... И идем взвешиваться... Взвешиваться надо... Вместе со стволом... Потому что нам важен... Разход... Как бы его так положить... А пофиг... Как-то вот... Так... 795,4 мой... ЛС... 795,4... И держим... Так... Как бы тебя поставить... Так, чтоб тихо... Ложи, наверное, точно так... А у тебя же тяжелее этот... Ну, ложи... Потому что другому не будет никогда... Сейчас... 900... Так... Надо было... 400... 948... И... 9... А ну да, я свой перепрыгну... Просто допустим... Другим боком положу... Как у меня... Ничего не поменяется... Подвесы... Ну, чтоб... Знаешь там... Ну, понятно... Нет... Ну... Одна десяточка... То есть это не то... Это ветер, да... В окне... Выключаем... Идем краситься... Что мы сделали... Грунтом... С баллона... Тоненько... Однокомпонентным... Пропылились... Нас сейчас не интересует шагрей... Нас не интересует опыл... Нас не интересует... Какой-то мусор... Нас интересует... Расход материала... И условно... Время потрачено... Ну, время условно берем... Потому что... Секундомеры не включаем... И все остальное... Количество слоев... Мне очень интересно... Я просто полноценный элемент... Еще с этой добавкой не валил ни один... Я просто видел, как это надо... Давай! Да, прокрашиваем... Чтобы все полностью... То есть деталь, грубо говоря... Под отдачу идет... Чтобы торцы были прокрашены... Свет ни хрена не кроет... То есть... Ну... Реально видно, что... Прям... Беда-печаль... Перемудрились даже... Снимай... Знаешь, я аж... Я аж немного волнуюсь, если честно... Потому что мне кажется, что в один слое... Ну, не закроет... Сейчас... Поставлю... Ну... Сейчас... Секунду поставлю... Получается... Смысл какой? А... Проливаются торцы... Из того, что я видел... Проливаются торцы... Наливается на элемент... И сразу прикрывается... Попробуем? Давай... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ладно, мы еще подождем, оно же высохнуть должно. Нам же нужно увидеть на просвет. Вода сильно меняется, когда высыхает. Торец один чуть-чуть прикрой. Так, ну, мы закончили, в принципе. Давай, я буду обдуваться, потому что я уже могу обдуваться. Занос, посмотрим, как она сохнет. Потому что сохнет она реально быстрее, чем с 900-м обычным домашним. Так, ну, мы с вами подождем. Так, ну, мы с вами подумаем. Так, ну, мы с вами будем обзоровать. Ну, мы с вами будем обзоровать. Так, у нас получается, пока я обдувался, у Виталия прошла Слабишь слойку, он будет валить в третий или в половиночку, давай посмотрим Извините, я не подготовился со звуком, снимаю на камеру, но полоса еще видна Третий по-любому и потом аж припыльный А я, в принципе, могу уже идти лачиться, потому что у меня как бы уже все нормас Даже торец, там где я так вот слабенько, и он, в принципе, прокрашивается Надорез надо было посильнее Посмотрим, что у меня получилось под лаком, потому что мне кажется, что я даже жирновато дал Ну, это мне кажется Я прям удивлен, я не ожидал Карл, в один слой Я прям, знаешь, я стою, я сам себе не верю Так, синий конченый цвет Который реально, ну, вот, ты закрыл Вот ты закрыл, и теперь припыльный Да Не, в камере жарко, с улицы берет горячий воздух, в камере сейчас, ну, тридцатка точно есть Ну, двадцать, ладно, двадцать восемь точно, тридцатка такое У меня, получается, обдувал я минуты две, наверное, да Ну, минутки две я постоял, пообдувал Ну, закрыто Закрыто Реально все закрыто Так, припыльчик Эффектив Там два Два, на всякий случай Смотри, это твой расход материала На верочку Я понял Все, сушимся Обдуваемся Разводим лак И лачимся Я покажу, как лачимся, но тут уже не суть важна Так, вешаемся, ребятушки Вешаемся Да Доставай калькулятор, есть под рукой? Да Давай Так, у меня было У меня было 795,4 Стало 717,2 Грубо говоря, это 795,4 795,4 минус 717,2 717,2 718,2 грамма у меня расход Сейчас запишу Извиняюсь Так, у меня 78,2 Так, у тебя Что? 948,9 Так, у нас ничем не касается Ничем И 718,1 230,8 230,8 Сейчас мы пересчитаем все в ценах И изложим, что у нас получается Короче, ребята, мы тут посчитали Постояли Мы сейчас, ну, считали по каким мы нюансам Вода в Украине в розницу не продается Никто мне не может сказать стоимость 100 грамм подбора Слива, подбора, неважно Мы сейчас взяли прайсовые цены По ним пересчитались Я реально, я Извините, я охерел У нас разница с самым дешевым Это же в Украине дешевле нет подбора? Есть Есть Ладно Мы берем с дешевым подбором на рынке Украины Макситон С доступным, скажем так Любому У нас разница, что я в два раза Денег потратил меньше Я прям, ну, мне аж не верится Знаете, вот Кому будет интересно Приезжайте ко мне Договоримся заранее Приезжайте со своим подбором С прайсами Обязательно ценами Почем у вас пигменты Мы сольем И мне прям не терпится еще раз попробовать Мы сейчас пойдем лачиться Но мы тут стоим, короче Именно у нас мозг кипит Так это я пересчитал Даже чуть-чуть с запасом Потому что у меня один пигмент Самый дорогой Перл там был Все остальные в одной цене А один самый дорогой Я взял чуть с запасом Ну, чтобы не пересчитывать Десятые граммы И все равно Как ни крути У меня с учетом расхода У меня 78 грамм У него 230 грамм У меня дешевле в два раза Ну, именно дешевле по расходу Не по в плане закупки В закупке у меня краска дороже Чем у них Причем А дороже ровно тоже в два раза Да То есть у меня закупка дороже в два раза И раз А на выходе получается Дешевле 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 два раза Карл, я перезагрузился Пошел лакироваться Так, заходим лакироваться Ну, ничего не светится Мы лачиться будем Полутораслойным НСП Плачем Сколько ему надо Межслойки Чтобы можно было На солнце выкатить Пять минут А, ну, норм Да, еще тут жарко В камере Дует с солнечной стороны Да, это первый Вальни Я гляну Что там как Потому что я им не работал Тем более белкой Давно не работал Давление выходного Хватает Из шланга Или поднять Один и пять Все Давай Вот это вот Вот это вот Давай У него прямо звук Какой-то металлический Прямо А, ты в один слой? А, все, вижу, вижу А, ты не сразу? Нет, ты туда Ну, давай А я хочу попробовать Его сразу Ну, интересно мне Давай 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя любимая схема на нем не прокатит. Ну, то такое, к любому лаку надо привыкнуть. Его можно поднабивать, так именно в него поднагружать. Вот, тоже больше половины деталей реально понимают, что можно не торопиться. Лак позволяет отработать хоть еще один сверху. Ну, если надо. Ну, да. Так, но мы тут закончили. Хотя, он, знаете, он потянулся. Я такие лаки не особо люблю, которые без меня что-то делают. Но он пойдет. У нас на грунте шагер не кислый. У нас на грунте получилось как бы разбавон, не для этой температуры. Что ты скажешь по освещению в камере? Как твое мнение? Хватает или еще? Нет, хватает. Видно, да, хорошо. Самая проблема, конечно, камера не с такими порогами. Да, с напорожными деталями. Ну, я как бы спецом делал так, чтобы не был порог в виде, не ложась раком туда. Все, ждем межслойку, выкатываем на солнце, глядим. Давайте посмотрим. Мы даже по цвету очень хорошо попали. Так, если в растях сделать, то очень хорошо. Так, у меня тут, ну, укрыло все. У меня вот так была полоса. Заходила. На солнышке как бы вынесли, чтобы поджарилось. Уже даже к рукам не липнет ничего. То есть тут укрыто все. Тут все укрыто. Тут вот так была полоса. На просвет ничего нет. Все хорошо. По расходу я реально прям удивлен. Из того, что мне еще интересно доработать. Под себя, скажем так. Это толщину первого слоя. Мне кажется, я слишком густо нанес. Прям, ну, мне так кажется, что я слишком густо нанес. У меня есть время. У меня есть, благо, у кого спросить, подсказки подскажут. Ну, я удивлен, честно. Честно скажу, вот я сейчас прошел чуть-чуть времени, да. Эмоции отошли. Я удивлен, я не ожидал. Я прям вообще не ожидал, что дешевым материалом рыночным сделать, покрасить, по крайней мере, дороже и дольше в два раза ровно. И что по времени, что по деньгам, чем недешевым итальянским материалом. Вот как бы вам простой ответ, наглядный причем. Если кто не верит, давайте, назначая стрелку, будем пробовать, какой-то реванш делать, да. То есть, явный пример, отличие в цене. Те, кто говорят, что водой красить дорого, невыгодно, сложно, нужны спецусловия. И спецусловия вам нужно только то, чем вы будете обдувать. Вы это можете даже из пистолета сделать. Короче, я удивлен. По поводу всех характеристик, вот я сделал как-нибудь отдельное видео в плане отличия от Сальвента. Ну, ценовое, ценовое отличие вообще сами видели. Всем спасибо за внимание. Виталя, спасибо, что приехал. Виталька выезжает сейчас семинары проводить. О, мне как раз звонят. Всем пока.